Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено вот этой палетке от бренда Zoiva, а также розыгрышу. Итак, я не буду томить. Вот так выглядит эта палетка от бренда Zoiva. Я ее давно хотела и все время что-то меня останавливало от покупки, но я поняла, что больше невозможно терпеть и надо ее купить. Это получается моя восьмая палетка от бренда Zoiva. Кроме того, будет розыгрыш. Если вы хотите узнать о том, какие условия у розыгрыша, то вы можете почитать все в описании, либо досмотреть это видео. И после того, как я сделала вот этот макияж, видите, два разных глаза, потому что я сделала этой палеткой два разных макияжа, логично. Когда я закончу делать эти макияжи, я расскажу обо всех условиях и расскажу, почему я решила провести розыгрыш. Задумка у меня вот какая. Я хочу по троечкам накраситься. Не знаю, как так мне в голову пришло накраситься вот этими троечками один глаз, а вот этими другими троечками другой глаз. И я буду, наверное, даже параллельно краситься. Прикольно? Или даже не знаю. Сейчас посмотрим, что буду делать. Ну, взяла я тут кисточку от Morphe. Кисточек от Zoiva. У меня есть только для лица. Так что не будет кисточек от Zoiva. Давайте пойдем по простому пути. И я воспользуюсь оттенком, который называется Dearest. И его нанесу. Вообще-то надо посвочить, да? Прежде чем использовать оттенок, я, наверное, должна все-таки свочить. Сумбленность опять началась. Офигенный оттенок мова. Вообще он меня здесь очень сильно привлекал. Я вам скажу. Вот я его и возьму. У меня глаза все подготовлено. В общем, там и база. И, кстати, скажу, что база Milani, мне кажется, все. После сегодняшнего прикола я ее вообще выброшу. Потому что я надеюсь, что она мне не испортит всю вообще ситуацию. Но сейчас все очень плохо. Потому что я еще немножечко нанесла сюда консилер. И это все похоже на жесть. Но это тени за ее. Ничего плохого не должно произойти. На кисточку от Morphe 22E22 я набираю оттенок, который называется... Боже, я забыла. Дерест. Фигенное название. Опять я по названиям. Ю-гу. Да. Угу. Очень пигментированный оттенок. Сейчас я его должна растушевать. И ничего не буду добавлять. Потому что что-то я не подумала. Ну вот. Кстати, очень быстро все растушевалось. Я знала, тени изрыва меня никогда не подведут. И мне даже кажется, что я хочу еще добавить сюда чуть-чуть. И я добавлю вот сюда. Во внешний уголок. И еще немножечко сюда добавлю. Пока мне кажется, достаточно. Если что, я добавлю еще. Я вот не знаю, параллельно красить глаза или нет. Какой крутой оттенок. Давайте параллельно. И даже, и даже. Может быть, этой же кисточкой попробую. Хотя я тут разные другие подготовила. Не, попробую этой. Я сейчас ее почищу. Кисти буду чистить, если буду чистить. Вот этой штучкой от Catrice. Так, надо посвочить этот оттенок. Я его хочу использовать в подобном же ключе. Он называется Adore. Да. Вообще, я посвочила ее немножко. Но я даже не ожидала, что... Что во время съемки все будет именно так. Набираю на эту же кисточку этот оттенок. Так, сейчас я надеюсь, я поменьше набрала. Непонятно. И сейчас я его попробую так же. Ну, наверное, больше сосредоточусь на внешнем уголке. И мне кажется, что... Вроде я правильно пошла. Своё нависание я всегда очень осторожно пытаюсь прокрасить. Потому что, если я поставила пятно, мне, наверное, сложнее ее растушевать. Как бы хорошо тени не тушевались. Потому что кожа очень любит ходить ходуном. Ну, вот. Прикольно. Сейчас вот сюда. Я сюда еще ни разу не наносила этот оттенок. Я его только туда тушевала. Ну, вот. Все растушевалось. Вот сюда я больший акцент, конечно, нанесла. Надо сюда будет еще, наверное, нанести. Ну, чуть-чуть его сложнее растушевать. Все же он более насыщенный. Но все равно он растушевался. Он растушевался и получилась вот такая вот дымка. Может быть, я еще добавлю. Пока так оставлю. Ну, этот получился более насыщенным глаз, конечно же. Это более легкий. Далее у меня по задумке должен вот этот оттенок быть на этом глазу. Почти на всем подвижном веке. А здесь, наверное, вот этот будет на всем. Нет, вот этот будет на всем подвижном веке. Да, нам здесь, наверное, придется разные кисточки использовать. Даже, наверное, нету. Наверное, я знаю, что я использую любимую кисточку всех бьюти-блогеров. Вот эту кисточку я имела в виду. Это из палеток Анастасия Беверли Хиллз. Вот это плоская сторона. Их у меня подготовлено две. Набираю оттенок Эквизит. И хочу на все почти подвижное веке нанести. Я его даже не посвотчила почему-то. Я просто сейчас наношу, и я не могу понять, какой у него оттенок. Он вроде бы лиловый, а вроде бы и розовый. Он что ли, дуахром? Смотрите-ка, он дуахром. Смотрите-ка, да. Он такой легкий, дуахром, видимо. У него, видимо, база такая более розовая. А сам, вернее, или блестки у него более холодные, что ли, лиловый. Интересный оттенок такой. И вот он очень легко нанесся, но мне хочется почему-то, чтобы его было больше. Сейчас я попробую этим пальцем. А сейчас получился перебор, мне кажется. У меня осыпался он, потому что я забываю встряхнуть из кисти, как обычно. В общем, надо стряхивать. Когда набираете на такую кисточку, надо стряхивать. Я знаю, но я постоянно сама забываю. Забываю, а потом еще злюсь. Такс, и оттенок Idolize. Вот этот. Он, может быть, сюда бы больше подошел, да? В общем, сюда. Не знаю, я тут сейчас вся... Я же все пробую, это первые впечатления. А они должны оказаться крутыми, потому что я палетку ведь разыгрываю. Такс, а этот оттенок... Подождите-ка, подождите-ка. Он мне что-то напоминает. Он более прозрачный. Он мне напоминает оттенок из палетки Cranberry. Но там еще более прозрачный, чем здесь. Но цвет похож. Такс. Я взяла другую кисточку от Анастасии и набираю его, чтобы нанести на все подвижное веко. Так, и стряхнуть чуть-чуть. Вроде ничего не стряхнулось. Он ярче наносится, кстати, чем и Quizet. Ну вот, все, стряхнула. И вообще никаких осыпашек. У меня уже начинается восторг по поводу того, как оттенки здорово переходят один в другой. Как это все продумано. Ну, это же изуива. У изуива так всегда. Такс, а давайте я попробую его пальцем. Так, я Idolize наношу на палец. И хоть и попробую. Да, тоже так же прям засияла. Что-то я не знаю. Наверное, я что-то не фанат того, какой эффект обычно бывает от того, как наносишь пальцем. Не знаю почему. Не всегда. Как-то эти оттенки сами по себе изысканнее смотрелись. Особенно вот этот оттенок, конечно же. Он отражает всю суть. Этот оттенок, и Quizet, отражает всю суть. Потому что он называется Quizet, изысканный. И есть изысканность. Да, и пальцем, не знаю, пальцем как-то сразу не изысканно стало. Как-то, знаете, ну просто. Надеюсь, все это немножко там уляжется. Я вот сейчас подумала, что я хочу чуть-чуть потушевать. Потому что нужно периодически тушевать то, что я нанесла сейчас в металлике. И понимаю, что у меня только была одна кисточка задействована. И что теперь мне делать? Так, ладно. Я, значит, ничего не наношу. Я хочу здесь чуть-чуть потушевать то, что было. Потому что у меня металлик чуть-чуть наверх поднялся из-за моего пальца. Здесь тоже надо потушевать. И я взяла подготовленную заранее кисточку от Beige Cosmetics. И так, здесь вообще ничего нет. Надо немножечко набрать все же. Совсем чуть-чуть возьму оттенка Dearest. А то я тут сейчас растушую. И может вообще не остаться цвета. Так, и вот я его как раз сюда добавлю. Потому что я сюда хотела впоследствии добавить. Вот оно наступило. Это самое последствие. Интересное получилось сочетание. Потому что этот Dearest, он холодный. А Equizit, он смесь холодного и теплого. Такой интересный получился переход. Как же мне нравится. У меня сегодня, кстати, разные глаза. Как обычно. У меня сегодня это нависание слабое. А это обычное. Поэтому у меня мало того, что получится разный макияж. У меня еще макияж на разных глазах. Прикольно, да? Не только на правом и левом. А просто они сами по себе разные. В два разных уголка глаза я нанесу разными кисточками. Сейчас, потому что я уже научена горьким опытом. И я перепутала. Я перепутала. Я же хотела этот оттенок. Что ж такое. Ладно, ну давайте я пойду по необычному пути. Нет. Может его понизу? Ну, Танюха. Нет, первое впечатление вообще не мой конек. Значит, ладно. Ладно. Этот оттенок я нанесу сейчас сюда. Сейчас потом подумаю, что делать насчет вот этого. Опять же, на кисточку от Beach Cosmetics номер 11 я наношу оттенок Cherish. Какое хорошее название. Вообще, все названия мне нравятся. И они меня отвлекают. И я хочу не прям в самый угол глаза нанести. А вот больше просто во внешнюю, во внутреннюю, вернее, часть этого глаза. Они очень комплиментарны. Нет, я выйду. О, да, 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 да. Почему же я не хотела? Класс! Как он круто смотрится во внутреннем уголке глаза. Я его даже не посвочила. Подождите, дайте его посвочил. Что это? Это дуахром за дуахромом? У меня такое ощущение, что я ничего не свочила. Я свочила и в самой Сифории. Я и свочила, когда палетка пришла. Сразу прям я посвочила. А сейчас свочу и вообще все по-другому. Какой офигенный оттенок! Значит, я не смогу этот оттенок нанести себе во внутренний угол глаза. Не смогу. Вот, хоть убейте, но я не могу. Дайте его посвочу сначала. Он называется Treasured. Такая бронза. Да здесь еще свочить-то. Сюда на свочу. Мне, кстати, вот здесь кажется, что он как будто бы зеленоватым переливается. Вам тоже так кажется? У меня он этим очень сильно манил. Возьму я его на такую кисточку от бренда EcoTools. Это из наборчика. Я покажу здесь картинку. Я этот наборчик покупала на Лазберис. Там 4 кисти вроде бы. Но одна у меня после помывки просто развалилась вся сразу. Но я покупала на самом деле из-за этой маленькой кисточки. Это такой малюсенький-малюсенький бочонок, которого у меня никогда не было. Очень пигментированный оттенок, конечно. Я не то ожидала. Он очень яркий. Его, конечно, лучше всего наносить, наверное, на подвижное веко. Или, ну, и на подвижное, и снизу. Хотя, вроде, неплохо смотрится, кстати, даже сейчас вот с этим макияжем. В принципе, вот эти оттенки тоже. Он не конфликтует, как бы. Абсолютно не конфликтует. Даже интересно, как они так продумали-то. Что тут такой теплый оттенок совершенно не конфликтует вот с этим вот всем достаточно холодным. Ну, знаете, мне хочется его в уголок глаза нанести. Не, в уголок глаза нет. Я все попробовала. Можно сказать, сделала сочи на глазах. Так-то ничего. Так, ну ладно. Снизу мне тоже что-то надо нанести с этой стороны, да? Я хотя бы этот глаз не хочу закосячить. Пусть он будет красивый, а этот пусть будет экспериментальный. И я нанесу вот этот оттенок. Dearest. Я уже запомнила название, потому что легко запоминается. В связи с темой палетки. И хочу его по низу. Много набрала. Знаете, что я стряхну. Они немного пылят, но мне кажется, они даже чуть меньше пылят, чем обычные оттеней Заива. Вообще, мне все равно, как пылят тени Заива. Я их просто люблю. Видео про все мои палетки от Заива у меня на канале моем. Оно у меня самое популярное по просмотру. Хотя у меня там оно не такое уж удачное, это видео, потому что я там не сводчила. Я просто сидела, болтала. Это было на заре моего канала. Как символично, кстати. И разыгрываю, когда каналу практически год. Вот этот глаз, конечно, все. Без вопросов. Интересный уголок глаза. Я, в общем, все. Я использовала все, что хотела. И увидела все, что хотела. Я сейчас просто приближусь. Все как-то слишком быстро получилось, чем я ожидала. Я решила без ресниц приблизиться, чтобы ресницы там не отвлекали. Вот такой получился макияж. Два таких макияжа. Этот экспериментальный получился. Но тоже некоторый макияж, может быть, и я и буду носить. Ну, наверное, знаете, вот если бы в уголок глаза я не наносила этот цифр. Ну, кстати, давайте-ка я нанесу другой. Оттенок Cherish я нанесу сюда вместо него. Я сейчас его уберу кисточкой, на которой у меня был консилер. Все-таки он непривычен мне там. И нанесу я все-таки оттенок Cherish сюда. Вот и все. Вот теперь я готова носить такой макияж, который здесь. Да, кстати, мне хочется сюда добавить еще теней. Сейчас я чуть-чуть наберу оттенок Adore. В принципе, он у меня не пылил, не осыпался. Я хочу его чуть-чуть сюда добавить, потому что снизу получилось так достаточно насыщенно, да? А сверху недостаточно насыщенно. Вот. Вот теперь другое дело. Может, снизу? Я возьму кисточку от VELA U. И наберу этот оттенок Adore. Совсем я вот немножко его набрала. Я хочу чуть-чуть как бы обрамить. Вот, совсем немного и уже, мне кажется, полегче как-то. Ну, нет такого четкого перехода. Вот здесь мне вообще ничего не хочется уже добавлять. Нормально, да? Интересный получился такой необычный макияж. И удивительно, как этот бронзовый оттенок так отлично сочетается с малиновыми этими оттенками. Этот. Этот простой получился, как говорится, дневной макияж. Обычный. Единственное, что может быть уголок глаза достаточно такой яркий, но относительно. Чуть в глаз не ткнуло. Мне кажется, что это вот самое такое простое, что я могу сделать. Я думаю, что надо нарисовать ресницы, подвести все это творение и возвращаться с условиями конкурса и прочим интересам. В общем, все. Накрасилась я до конца. И консилер что-то как-то плохо себя ведет. Консилер от Makeup Revolution, он непонятен. То он нормально себя ведет, то он какой-то слишком сухой. Не понимаю его. Но с тенями все нормально. Все хорошо. Ну, прям красота. Мне очень нравится. Так, подождите, подождите. Чем я подвела это все? Тушь. Чем я подвела? Чем я подвела? Я говорю про тушь. Значит, тушь у меня Mepelin. Все-таки она надежная. Вот эта. Я напишу название, потому что сейчас я буду тупить с названиями. Этот глаз я подвела карандашом и сверху, и снизу от Nars коричневым. А этот глаз я сверху подвела карандашом от Maybelline серым. Снизу подвела карандашом от L'Oreal. Все названия тоже напишу. Возвращаемся к палетке. Палетка мне понравилась. Она мне не могла не понравиться. Я люблю тени заива. И мне очень понравились цвета. Она меня прям вообще сводит с ума. Такое офигенное название. Она же называется Precious. Понимаете? Она называется Precious. Прелесть. Здесь надо вставить голума. Про розыгрыш. Наконец-то я должна что-то сказать. Значит так. Мне тут все упаковано, потому что я торможу. Тяну время. Значит, дела уже все завернули. Вот она палетка. Так. Вон там стоит коробочка для красоты. Это от моей палетки. Эту я не стала вскрывать. Я решила, что если вдруг что-то будет тут, то я вскрою. Но я решила, что я не буду ее вообще вскрывать. Она тут в пакетике. И я, знаете, как бы, я думала, я вскрою, посмотрю, целая она пришла или нет. И назад верну. Но я решила потренироваться. Смогу ли я назад в этот пакетик запихнуть? Но я поняла, что я не могу. Постоянно вот эта вот наклейка меня отвлекала. В итоге я решила ничего не трогать. Но я думаю, что раз моя вот эта, ну я не знаю, я просто одну из них открыла и стала краситься. Раз эта пришла и все с ней нормально, я думаю, что с этой тоже все нормально. По почте я отправлю. Вы видели кучу пупырок. Вы видели кучу пупырок? Куча пупырок, в общем, тут. И я все это заверну. И я думаю, что все хорошо дойдет. Ничего не случится. В предыдущих розыгрышах ничего плохого не случалось. Давайте эту я отложу от греха подальше. А с этой я буду сидеть в руках. Значит, давайте так. Условия конкурса очень простые. Для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, нужно быть подписанным или подписаться на мой канал и в комментариях написать слово «прелесть». Ну, можно что-то еще написать, конечно, что хотите. Но обязательно нужно написать слово «прелесть», потому что палетка называется «precious», то есть «прелесть». И все, и больше ничего не нужно. Конкурс продлится до 13 августа. 13 августа в 12.00 он закроется. Я проведу розыгрыш и опубликую результаты. Я думаю, что, как обычно, я в Instagram выложу или в Stories, или в прямом эфире, как у меня получится. Но все я, естественно, запишу на телефон. В общем, все будет, как обычно. Я ничего не переигрываю. У меня всегда все хорошо проходит с розыгрышами, так что все будет супер. Я уверена, и я отправлю победителю эту палетку. Я думаю, что многим захочется иметь такую палетку, потому что она розовая. Розовая, она розовая. Почему 13 августа, вы спросите? А дело в том, что 13 августа моему каналу исполняется ровно год. 13 августа 2019 года я залила первое свое видео на канал. И я решила, что надо это дело отметить. Я чувствовала, что надо отметить. И долго я не могла придумать, какую же палетку разыграть, что вообще разыграть. Все думала, думала, думала. И решила эту, потому что мало того, что у меня розовое настроение, и мне хочется делиться этим розовым настроением, я еще вспомнила, как много раз я хотела ее купить, и все время меня что-то останавливало. А потом я думаю, ну раз я ее так хочу, и никак меня не отпускает, значит и другим она должна понравиться. И поэтому разыгрываем палетку от бренда ZUIVA. Мне кажется, что все понятно по макияжу, по макияжам, которые получились. Какой из этих макияжей вам больше понравился? Честно говоря, я чем дольше сейчас на них смотрю, тем больше они мне нравятся. Мне даже вот этот, кстати, очень нравится, потому что он действительно такой контрастный получился. А этот более такой, вообще-то он очень необычный. Все же вот этот оттенок Equisit, это какая-то вообще невероятность. Equisit прям вообще меня с ума свел. Он должен свести с ума победителя. И клевый оттенок Cherish. Да, Cherish и Equisit это, конечно, точно дуохромы какие-то потрясающие. Вообще офигеть. Красота. Естественно, можно с ней сделать еще разные всякие макияжи. И моно. Я здесь вижу, как можно сделать моно макияжи с этой палеткой. Используя переходный вот этот. И даже вот этот. Видите, он прекрасно сегодня справился с ролью переходного оттенка. Можно брать какой-то из металликов основным. Да, или даже матовый. Все. И получится полноценный крутой макияж. Она все же реально стоила того. Она крутая. Вот у меня там сзади стоят... Я их поставила. Все ли видно? Не знаю. Все ли видно? Не все видно. Вот тут еще красненькую не видно. Сейчас. Вот теперь все видно. Вот это все мои палетки от Zoiva. Я, кстати, думала, может быть, какую-нибудь из тех, что у меня уже давно, купить и разыграть. Но я подумала, что как-то я хочу эту. В общем, я решила, что я хочу эту палетку. И поэтому надо ее купить и себе, и разыграть. А на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы выиграть эту палетку. Пишите слово прелесть, если вы считаете, что эта палетка прелесть. Всем спасибо за внимание. Пока.